Хочу сказать спасибо всем, кто пришел в столь ранний час в субботу, и мы видим, что народу подойдет, судя по всему. Сегодняшнее мероприятие входит в целый цикл мероприятий, которые проводятся фондом Наумана с привлечением экспертов из Ивертарянского сообщества России, в частности, Ивертарянской партии России, и я думаю, что сегодня мы как раз будем разговаривать о правом либерализме, о Ивертарянстве, рассматривать это направление, эту идеологию, и попробуем с вами так иначе разобраться, я думаю, как данное направление политической мысли может формировать в наших условиях совершенно миную, на мой взгляд, политическую повестку, в частности, ради которой я и пришел, в том числе и в Ивертарянское движение, и я думаю, многие из вас смогут сделать по окончании этого мероприятия некое суждение об этом направлении, и, возможно, проникнуться какими-то новыми идеями. Вообще, скажем так, идейно человеком, который меня начал посвящать во все это, является Виталий Амирин, я считаю, его первым либертарианцем вообще на Ивановской земле, и поэтому я думаю, что он сейчас кратко, скажем так, очень образно даст некую отправную точку нашему сегодняшнему мероприятию и тому, о чем мы будем сегодня говорить. Виталий. У меня стало пленым открытием, потому что я тебя посвятил в этом, не к тому, что мы как-то так наши души именно на этой платформе сблизились в какой-то мере. Вообще, в принципе, мое личное знакомство с либертарианцем приводится к тому, что я всегда был привержен ценностям либеральных ценностей, либеральных идей, будучи студентом, в общем-то, занимался исследованиями в этой области, это с четвертого курса, и как раз, уже будучи аспирантом, я попал на самую первую летнюю школу студента Катона, это ведущий либертарианский институт, ведущий либертарианский тентэнк, не только в Соединенных Штатах Америки, но и в Сану Мире, который занимается продвижением тех самых либертарианских ценностей. Сразу хочу сказать об этом институте Катона, это не Госдеп, они вообще не получают ни цента государственных денег, ни цента денег от Соединенных Штатах Америки, финансируют за счет частных донейшн, частных пожертвований, и у них есть политика у этого фингтенка, что 80% всех донейшн составляет пожертвования частных либерных, то есть даже есть определенные ограничения на пожертвования с корпорацией. Это делается сознательно, делается с той целью, чтобы фингтенк не выпадал в зависимости от каких-нибудь сильных мира сил, от власть имущих. Для меня это очень было примечательно, потому что на время я стажировался в этой самой институте Катона. С Андреем Шарьевым мы познакомились как раз в одной из летних школ института Катона, это была вторая по счету летняя школа, мне довелось участие именно в первых летних школах, причем там был конкурсный отбор, надо было написать на сцену на либертарианскую тему, мне было приятно, я был номинирован в одну из первых летних школ в СВСН. Ну а дальше, собственно, я попал в это русло либертарианской до сих пор, я в целом придерживаюсь этих принципов, этих ценностей, придерживаюсь и своей жизни, и своей политической карьере, как мне это кажется. И дальше вот я уже говорю, что меня довелось быть стажером института Катона, и до сих пор я поддерживаю отношения с селью бутеррянской перцовкой, селью бутеррянским сообществом. У него может быть свое истекленное мнение по поводу формализации, стильные институты, но об этом мы поговорим с вами ниже. И рад приветствовать сегодня наших московских товарищей, и надеюсь, что этот пилотный проект окажется не только пилотным, и он превратится в определенную добрую традицию. Ну в таком случае я хочу представить вам нашего первого сегодняшнего эксперта, докладчика, это представитель ОМО «Форум Свободы», и его директор, скажем так, первый представитель «Виберданское движение России» и московский эксперт Максим Петрович. Здравствуйте. Я, значит, здесь, если позволите, буду говорить сидя, и рассказывать буду недолго, скорее хотелось бы услышать вопросы и постараться на них ответить. Я немного расскажу о себе. Несколько нетрадиционно. Я не профессиональный политик, какое понимание в это словосочетание не вкладывай. Я не зарабатываю на этом денег, я не стремлюсь делать политическую карьеру. Я, в общем, скорее считаю себя неравнодушным обывателем. Я работаю переводчиком, у меня есть два высших образования, одно из которых, так сказать, обслуживает мой заработок, филологическое образование, а второе образование юридическое обслуживает, ну вот, скажем, тот род деятельности, которым я несколько вынужденно, в силу условий, в которых мы живем в России, занимаюсь. В 2008 году, когда я закончил юридический факультет, я обнаружил, что, ну, мало того, что правоприменительная практика расходится с законодательством, да, это еще полбеды, но даже мало того, что законы противоречат один другому, это уже, так сказать, три четверти беды, но, так сказать, завершает всю эту неприглядную картину, то, что даже внутри одного и того же законодательного акта уживаются взаимоисключающие параграфы, мы еще вернемся к этому. И пока я учился, так сказать, нам все время гнали информацию, и как-то не всегда было время задуматься, но вот я защитил диплом и задался вопросом, что-то не так, да, то есть даже само законодательство, а не только правоприменительная практика, явно перестали обслуживать какую-то вот цель юриспруденции, если они вообще когда-либо ее обслуживали. Ну, просто не бывает так, да, что у всех законов есть какая-то общая задача, но при этом сами они друг с другом не в ладах. Значит, чего-то не так. И я начал уже самостоятельно искать поиски этой общей ключевой задачи законодательства. Ну, я читал, я общался с юристами и не только, и пришел к выводу, к очень простому выводу, который почему-то, такое соображение, которое далеко не всегда излагают преподаватели теории государства и права. Соображение очень простое. Право – это инструмент, который обеспечивает мирное сосуществование людей через разрешение или предупреждение конфликтов не силовым путем, то есть через договоры, ну, либо через запреты. Но сами конфликты, предполагается, что сами конфликты решаются не силовым путем. И наиболее последовательное воплощение вот этой идеи, на мой взгляд, нашла в доктрине либертарианства, с которой я столкнулся, ну, как сказать, можно сказать, случайно, можно сказать, нет, да, потому что я искал. Какую-то такую доктрину. Ну, вот зачем мне все это вообще было нужно? Ну, отчасти, конечно, из академического интереса, хотя я на тот момент уже не собирался работать юристом. Ну, вот был и практический интерес, да, каким бы аполитичным ни хотелось казаться, но, к сожалению, вот в какой-то момент, живя, думаю, что не только в России, обязательно сталкиваешься с ситуацией, такой ситуацией выбора – кем быть и с кем быть. То есть я не видел для себя возможности интересоваться вопросами права и одновременно делать вид, что эти вопросы имеют чисто академический характер и не имеют практического измерения. Ну, просто, да, нельзя называть себя логически мыслящим существом или последовательно мыслящим человеком, если у тебя в голове вот как-то сосуществуют, с одной стороны, достаточно четкие представления о том, как должно быть, а с другой стороны, вот ты… Да, вот есть у тебя представление о справедливости, о функции закона, но все-таки юридическое образование, оно не проходит безуслядно. А с другой стороны, ты совершенно пассивно принимаешь вот тот разброд, который представляет из себя как практика, так и законодательство. Вот, потому что это чревато, ну, на мой взгляд, всем, вплоть до потери человеческого облика, либо каким-то дурным эскапизмом, либо, как умные школьницы выражаются, с когнитивным диссонансом. Ну, и в итоге я как бы стал искать людей, которые более активно, чем я сам готовы на практике сглаживать эти противоречия. Поиски эти были довольно долгими, порядка двух лет, и я понимал, что если я хочу увидеть какие-то изменения на практике, то, естественно, я должен объединиться с кем-то. Я вышел на Либертарианскую партию России, тогда еще менее многочисленную, чем сейчас, и вступил в нее в июле 2010 года. Про саму партию и про ее отличия от других политических организаций российских расскажут Андрей и Антон. А я просто вкратце расскажу, кто мы такие, да, теперь я могу говорить мы, и чего мы добиваемся. А своей целью мы ставим проведение в России, или, так сказать, на какой-то территории, реформ, направленных на воплощение либертарианства. И теперь вот надо как-то пояснить... То есть я уверен, что как бы общее представление у всех присутствующих есть, но так еще кратко расскажу. Значит, что такое либертарианство? Вот если даже поспрашивать членов либертарианской партии, или сочувствующих, или теоретиков, наверное, каждый ответит немного по-своему. То есть каждый будет по-своему расставлять акценты, хотя суть останется неизменной. То есть кто-то будет говорить, что либертарианство – это в первую очередь свободный рынок, кто-то будет говорить, что либертарианство – это в первую очередь, я не знаю, доктрина «Мой дом, моя крепость», кто-то из скептически относящихся людей, или из яростных критиков будет говорить, что либертарианство – это то же самое, что либертинаж, это социал-дарвинизм, отказ от социалки, что мы хотим уморить голодом пенсионеров. Кто-то в ответ на то, на вопрос, какие ассоциации вызывают во слово либертарианство, в ЖЖ, допустим, дадут ссылку на какую-нибудь карикатуру, где горит дом, стоит мужичонка с какой-то лейкой, его поливают, к нему приезжают пожарные, он говорит, что не надо, я либертарианец. Кто-то будет говорить, что либертарианство – это такие ролевые игры по мотивам книг Айн Рэнд. Кто-то скажет, что либертарианство – это, которые хотят наводнить страну оружием, дикий капитализм, но это все игра в ассоциации. Такое либертарианство – это в первую очередь, поскольку сейчас слово предоставлено мне, я, так сказать, стукнув кулаком по столу, скажешь, либертарианство – это в первую очередь правовая доктрина или правовая философия, хотя я не люблю разбрасывать словом философия. Это правовая доктрина. Вот все эти перечисленные бонусы, фетиши. Я прошу прощения. Вот все карикатуры, страшилки, вот эти занозы, ну кто как воспринимает все эти ассоциации – это следствие из возможного воплощения этой доктрины. Практическим же ее воплощением будет установление на некой территории такого правопорядка, при котором… Внимание, вот я наконец доболтался до сути, о чем у меня просят в записке. Это установление такого правопорядка, при котором не запрещено и не карается ничто, кроме инициации насильственных действий в отношении личности, а также кроме распоряжения чужим имуществом против воли собственника. Обычно на либертарианском жаргоне это называется запрет агрессивного насилия. Тут надо пояснить, что русское слово «насилие» оно как бы не совсем удачно, потому что по-русски обычно этим словом означает физическое насилие – дать в глаз, ножку подставить, голову оторвать. В либертарианском юридическом контексте это слово означает вообще любые действия, совершаемые с телом или имуществом субъекта, но совершаемые против его воли. То есть, например, эвтаназия, убийство из милосердия, убийство по просьбе человека не является в этом смысле насилием, а вот рупс тащить из кармана – это в этом смысле насилие. Ну вот такое слово «употребление» прижилось. И запрет агрессивного насилия, эта формулировка, она тесно связана с еще одним описательным определением либертарианства – равенства в свободе. То есть, ну, все слышали, да, юристы, экономисты очень любят рассуждать о том, что вот бывает свобода для, бывает свобода от. Вот либертарианство как правовая доктрина рассматривает только свободу от, свободу в негативном понимании, свободу от агрессивного насилия. И еще зайду, так, с другой стороны. Есть такая навязшая в зубах формулировка – нет прав без обязанности. Вот я рискну сказать, что это не просто струизм, а вообще несколько извращенная мысль. Вот обычно, когда так говорят – нет прав без обязанности, имеют в виду что-то вроде «государство вам предоставило отдельную квартиру, там гуляете». То есть, вот государство вам предоставило право ковырять в носу, а вы за это должны служить в армии, заплатить налоги, не знаю, сделать что-то еще. Вот смысл этой формулировки совершенно в ином. Ну, смысл вот этого выражения, что нет прав без обязанности, означает, что… Не смысл означает, выражение означает, что обязанности права – это как бы две стороны одной медали. «Твое право – это моя обязанность не совершать агрессивного насилия в твой адрес». Вот. А наиболее сильным и потенциально наиболее опасным, хотя, естественно, не единственным воплощением такого агрессора, да, в либертарианском смысле, является современное государство. Да, и такой вот еще момент. Либертарианство можно воспринимать как этическую доктрину или мораль, а можно не воспринимать. То есть, можно воспринимать его как руководство к действиям, которое надлежит или не надлежит совершать в определенных ситуациях выбора, но это факультативно. Важнее, что либертарианство – это правовая философия, если угодно, это такое руководство к написанию законов, да, это минимальный перечень запретов. Вот, как замечает такой популярный… Не знаю, насколько популярный сейчас в Америке, но… Какой-то вопрос? Ну, автор книги, ставшей бестселлером в России года два назад, Уолтер Блок, он замечает, что либертарианец, как и любой человек, в принципе, поставленный в определенную ситуацию выбора, может совершить правонарушение. Но, как бы, да, Аллах его за это не покарает. Но практическое воплощение либертарианской правовой философии всегда означает, что правонарушитель, каких бы взглядов он не придерживался, он должен нести ответственность. Значит, что либертарианская доктрина означала бы в условиях современного правопонимания? Применительно к институтам государства оно означает, что роль и вмешательство государственных органов в личную и экономическую жизнь должно на порядке сократиться. Если посмотреть на законодательную власть, то при гипотетическом приходе либертарианцев к власти… Здесь есть отдельная проблема, мы ее сейчас не будем касаться. Но вот при гипотетическом приходе к власти либертарианцев или каких-то людей, склонных прислушиваться к голосу свободы, задачей законодательной власти будет существенная редакция действующих законов, а многие из них должны быть полностью отменены для приведения законодательства в соответствии с доктриной запрета агрессии против личности и собственности. А в отношении исполнительной и судебной властей какой должен быть подход? Права должны защищаться и правосудие должно осуществляться, исходя из того же принципа запрета агрессивного насилия. Ну, чтобы проиллюстрировать это на примере Российской Федерации, в первую очередь необходимо, скажем, в области законодательства конституционная реформа, потому что нынешняя Конституция – это вообще полный набор взаимоисключающих параграфов. Это не просто противоречие между отдельными статьями. Эти противоречия могут быть в пределах одной статьи. У нас может быть 29-я статья, первый пункт, который гарантирует свободу слова, третий пункт, который гарантирует возможность ограничения свободы слова. И есть еще вдобавок 55-я статья, которая гарантирует государству возможность ограничения вообще любых свобод, если, значит, государство сможет подвести под это какую-то практическую базу. А оно сможет, это мы как бы регулярно наблюдаем. Первоочередным пунктом конституционной реформы для нас является упразднение 7-й статьи Конституции. Это статья, напоминаю, говорящая о том, что Россия, Российская Федерация является социальным государством. То есть, ну, расшифровывая это красивое и редко критикуемое словосочетание, то есть Российская Федерация является системой принудительного изъятия средств бюрократией ради перераспределения этих средств среди групп населения, поддерживающих действия этой бюрократии. Разумеется, налоговые реформы, идущие в сторону уменьшения налогов. В сфере охраны правопорядка мы говорим, обязательно говорим, о либерализации оборота огнестрельного оружия и одновременный, да, это нельзя делать в отрыве одного от другого, одновременный отказ от палочной системы учета преступлений. Знаете, да, что это такое? Ну, грубо говоря, полиция и суды, они имеют некий план, план по осужденным. Почему, например, в случае самообороны стабильно идут как убийства, и, так сказать, женщины, защитившиеся от насильника, с большой долей вероятности окажутся за решеткой. Первая очередная реформа – это, конечно, судебная. Ну, и, в общем-то, уже напоследок расскажу, как мы намерены действовать в самых общих чертах, потому что какие-то вот сейчас пошаговые планы расписываются. Ты всегда отвечаешь на социальные рассказы? Я все-таки хотел бы вопросы услышать скорее, да? Ну, я все не смогу рассказать. Регламент. Либертарианцы рассматривают два предельных воплощения своей правовой философии. Они называются минархизм, минимальное государство, и анархокапитализм. Причем тактика проведения реформ и у минархистов, и у анархокапиталистов, она, в общем-то, будет абсолютно идентичной. Разница в том, что минархисты предполагают дойти до некоего минимального размера государства. Ну, традиционно в качестве государственных функций они рассматривают, я говорю «они», потому что я не разделяю этот подход. Они рассматривают охрану внешних границ, уголовное судопроизводство и дипломатию. Ну, некоторые еще считают, что полицией тоже может заниматься государство. То есть налоги идут не на социалку, а на уголовное судопроизводство, дипломатию, посольство, контрактную армию и полицию. И минархисты предлагают законсервировать государство, вот оставить его как есть, запретить расширять его функции категорически, но и не уменьшать их. Анархокапиталисты предлагают уменьшать, все время пытаться отсекать вот этих вот государственных полномочий. По чуть-чуть и смотреть, работает оно без этого, хорошо, давайте еще, работает без этого, прекрасно. Если мы приходим к тому, что без какого-то минимума государство общество перестает нормально функционировать, ну, оставляем его. Я как бы думаю, что общество может вполне функционировать без государства. Истории известны, известно достаточно примеров самоорганизации людей без государственного насилия. Пример. Пример. Хороший вопрос. Примерами могут быть какие-то локальные сообщества. Смотр на время. А? Смотр на время. Смотр на время. Мне больше нравится пример средневековой Исландии, который сейчас в Европе очень любят расписывать как пример, ранний пример европейской демократии, но там не было демократии как таковой. Это было скорее анархическое общество, которое присуществовало прекрасно и являлось одним из очагов средневековой культуры, сохранившей как бы и германскую мифологию, и строй стиха, и язык. И, как и в прошлый раз, я отвечу на не заданный вопрос, но вопрос, который нам очень часто задают. Демократы мы или нет? У нас была ситуация, когда, значит, нас в каких-то жарких дебатах пытались примирить с оппонентами, говорят, что вы же все демократы. Вот демократ мы или нет, я не знаю. Потому что демократия как способ принятия решений, если она не затрагивает права и свободы человека, это просто один из инструментов политического процесса. Но, по моим наблюдениям, сейчас слов демократии в большинстве случаев, это такое, знаете, оружие в войне между социальными группами, в ходе которой эти группы поочередно стараются урезать друг друга в правах. И вот почему-то это называется равенством возможностей. Поэтому я думаю, что либертарианец может быть как сторонником ограниченной демократии, так и непримиримым противником демократии. Монархистом. Может быть и монархистом, кстати. Но, как бы, все, что интересует либертарианца, это чтобы ни под каким предлогом, ни ради демократии, ни ради равенства возможностей, не нарушались индивидуальные права и свободы. Я закончил свою несколько затянувшуюся лекцию. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь с удовольствием ответить. Максим. Максим. Ну, это вообще самое первое мероприятие, которое проводится в… Это первое горочное мероприятие? В общем, это для движения… Да. Нет, нет. По-моему, Михаил спросил, не первый ли это город, в котором… А, первый город? Нет, конечно, не первый. Не первый. Скажите, пожалуйста, такое количество людей это нормально, характерно? Нет. Там, где я был, в стране было больше народа. В другие города я не ездил. Андрей, больше, больше. Больше, да? Вы считаете, с чем это связано? С чем это связано? Я думаю, что... Я не буду себе льстить и нам. Я считаю, что либеральные идеи, вообще идеи классического либерализма в России не очень популярны. Вы считаете, что лето? А? Лето. Лето... Но они набирают аппараты? Да, они, безусловно, набирают аппараты. А с чем это связано с этим набирают аппараты? Ну, вообще, с протестной активностью вообще в России, с растущей недовольственной власти. Это то, о чем я говорил, что в какой-то момент люди, на моих глазах многие из моих друзей, которые, как и я, называли себя аполитичными, отделывались расхожей фразой, что политика – это грязное дело. Происхождение этой фразы тоже очень интересное, по-моему. Они в какой-то момент становятся вдруг в ситуации выбора, когда ты должен понять, вот ты здесь или ты... Сначала как бы ты готов мириться с тем, что происходит, или не готов, и если нет, то что ты можешь противопоставить, хотя бы в теории? И людям приходится делать выбор. И, естественно, какая-то часть людей вливается и в ряды сторонников разных либеральных идеологий. — Пожалуйста, Максим, я вас попросил, пожалуйста, если вы, как вы говорите, организовали партию, сформулируйте, пожалуйста, цель, чья страна, если это скажет. — Целью является воплощение либертарианской идеологии, либертарианского правопонимания, видимо, на какой-то территории, пока мы говорим о... — Нет, я имею в виду партию ставить целью – это борьба за власть. То есть надо, в общем-то, сходить из того. То есть вы пытаетесь каким-то образом участвовать в классных структурах? — Подробнее ответит Андрей, но борьба за власть может не обязательно принимать форму даже вхождения в Госдуму. Она может принимать форму, скажем, влиятельного лобби, потому что люди либертарианских взглядов и называющие себя либертарианцами в разное время лоббировали вот эти идеи. — Есть Андрей Николаевич Ларионов, небезызвестный, который был советником тогда еще президента Владимира Путина. — Путин 1.0. — Да. Вот классический. Но это не единственный случай. Есть, скажем, эксперт в Совете Федерации, он, по-моему, работает еще. — Сенатор. Сенатор даже. — Нет-нет-нет, я про Юру. Он не является сенатором, но он является экспертом, привлекаемым к деятельности Совета Федерации. — Сенатор тоже есть? — Да, есть сенатор. Фамилия? — Завадников. — Спасибо. Вот таким образом. — Еще вопрос. Но Вы предполагаете, какова должна быть процентная численность вашей партии, по сравнению с, скажем, и Вы предполагаете наверняка и на речи других партий, чтобы Вы могли свои взгляды как-то воплощать? Сколько должно быть у Вас, либертарианцев, чтобы можно было Вашей идеей воплощать уже не хотя бы честно? — Хороший вопрос. Ну, очень сложно сказать, потому что это вопрос, касающийся некой будущей гипотетической ситуации, в которой мы не знаем, какой вообще расклад политических сил будет на тот момент. Скорее всего, конечно... — Но как оппозицию Вы предполагаете быть вечной оппозицией? — Скажем так, анархокапиталисты, безусловно, будут вечной оппозицией даже минархистскому режиму, скажем так. — Ну, да, репликуль, я тоже был вопрос. — Да-да-да, конечно. — По поводу... А, мне что Вы ушел как раз, но когда я потом отвечу на это вопрос. — По поводу либертарианской партии я тоже могу немножко выразить, потому что ты сам даже себе немножко противоречишь, потому что Андрей Урионов не стоит при бертарианской партии. — Нет, я не сказал, что... — И нет, ну, просто пример, да, и известные носители этих ценностей, идей, кто так или иначе были инкопорированные, процесс принятия политических решений, там, так или иначе имели определенный ресурс влияния, они тоже зачастую не формализовывались какие-то там институты. — То есть, имеется в виду, что, действительно, политическая партия в традиционном представлении — это институт, созданный для борьбы за власть, то есть это особый тип общественной организации, согласно том числе российскому законодательству, которая имеет некую даже великую участие в выборном процессе, да, и делает это с целью, чтобы прийти во власть, иметь, сформировать свое большинство на том уровне власти, там, в том парламенте, там, формировать правительство, да, вроде бы говоря. — Вот. И то есть, те примеры, которые ты приводишь, это примеры того, чтобы люди имеют определенное влияние на принятие решений и влияние на проведение какого-то определенного политического пульса без этого партийного ресурса, называя эти примеры. Марк Ваар, проводивший реформы в Эстонии, все-таки жесткие, радикальные, либеральные реформы, которые позволили Эстонии сам, как первому государственному государству, достигнуть высоких темпов экономического роста еще в 90-е годы. Рекаха Бендукидзе, который сейчас проводит реформы в Грузии, собственно, тоже не ассоциированный с никакой либеральной партией, мы известны, что он проводит радикальные либеральные реформы, сократил налоги, он там отнули упошлины, и тоже добился определенного для мечты эффекта. Можно сказать, Ватсов Куалы, можно сказать, того же Андрея Урионова, который советовал в свое время российским властям выплатить полностью весь внешний долг, который является одним из авторов идеи, то есть, сам, природной ренты и создания институционного. И тоже был одним из инициаторов сокращения налога вначале. То есть, я это говорю к тому, что ведь даже твои примеры говорят о том, что совершенно для этого необязательно иметь политическую партию. Не обязательно. Можно быть экспертом, можно быть лидером общественного мнения, признанным авторитетом в своем сообществе, идти во власть так или иначе, влиять на эту власть и проводить те самые... Партия просто одна из форм такой работы. Я думаю, что вопрос названия очень принципиальный. Мы не ориентированы в данном вопросе на какое-то специфическое мнение российского законодательства о том, что должна из себя представлять партия. Понятно, что к российскому законодательству в этом вопросе мы вообще относимся довольно скептически. Я сформулировал это. Я просто сказал, что борьба за власть не обязательно означает полностью либертарианское правительство или большинство в парламенте. Она может означать и значительное влияние на, скажем, думские партии, носящие другое название. Все готовы исполнить все приемы и мероприятия методами политического? Все мирные, ненасильственные приемы? Ну вот, кстати, вот по поводу вопроса Миши, он говорил о идее классического либерализма. Я вообще, если честно, сомневаюсь, что так спроси человека, разделяет ли он там идеи мацизма, леянизма, разделяет ли он там идеи, чтобы это не было политической доктрины. Мы получим очень интересные результаты, но это не будет репрезидентативные, даже, для того, чтобы это не было политические вопросы. А важнее то, находят ли отклик те или иные ценности, и для этого навешивать эти ярлыки. Я на следующий день действительно вижу очень хороший потенциал, хорошие перспективы, в том числе той самой протестной активности, и в том числе, отвечая Миша на твой вопрос, выходи в Москву из среднего класса, а демократия налогопотельщиков все-таки это ценность близкая к гибротерианству, потому что люди хотят понимать, я плачу деньгу, я плачу налоги, я, это вполне укладывается, именно писковая доктрина, я хочу получать услуги от государства, соответствующие качественные услуги. Именно люди во многом были мотивированы этим. Они выходили за то, чтобы были честные выборы, чтобы были нормальные и честные суды, чтобы были нормальные и полиции, которые меня защищали, защищают мои права и свободы. Я могу. То есть это очень даже близко. Да, 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 близко. То есть вот это есть определенный сексуальный ресурс, это бесспорно средний класс, по мере роста благосостояния населения, по мере роста его сознания будет находиться все больше облик в части этих гибротерианских ценностей, гибротерианских идей, потому что потенциал к росту есть серьезный. И есть еще один момент, это очень абсолютно видный, это абсолютно не связано с имущественным положением людей. В России очень сильные антибюрократические настроения, очень сильные. Вот это стихийный анархизм, он очень свойственный еще русскому народу. Антон Пашов, и как медицинские дети могут находить этот вопрос, так как только продвигать, и перспективы есть. Надеюсь. Сергей, вот вопрос, в чем Вы поставили разницу, ну, вернее, разницы, конечно, много, ну, вот по самому, так, край в горле, между анархокапитализмом и анархокоммунизмом? Мне кажется, разница действительно принципиальная в том, что анархокапитализм в своей основе предполагает, что частная собственность является основным инструментом достижения индивидуальной свободы. Тогда анархокоммунизм, как и любой другой коммунизм, предполагает, что люди, значит, как-то откажутся от частной собственности в пользу общественной, причем откажутся добровольно. То есть мне не очень понятно, ну, очень, как бы, грубо говоря, да, если анархокапиталист апеллирует к инстинктам, к банальному инстинкту выживания, да, человек без инструментария, без уверенности, что необходимые ему для зарабатывания денег, для выживания вещи не будут у него под рукой тогда, когда они нужны ему, и что они не уйдут кому-то другому, потому что ему надо. То к чему апеллирует анархокоммунист, я до сих пор не понял. То есть к какому-то божественному вмешательству, которое вдруг заставит человека отказаться от инстинкта самосохранения, и отказаться от, как бы, от имущества, мне не очень понятно. То есть нельзя сказать, что анархокоммунисты и анархокапиталисты, они, в общем, анархисты, и, в общем, это сходится, или все-таки это непримиримое противоречие? То есть, скорее, их не объединяет анархизм, а именно разделяет капитализм и коммунизм. Я не могу для себя понять, и пока что мои беседы с людьми, называющими себя анархокоммунистами, я не очень понял, в чем они анархисты. Для меня анархизм предполагает отсутствие какого-либо аппарата насилия, с помощью которого людей будут что-то вынуждать делать. Они говорят, что мы заставим людей отказаться от частной собственности, а дальше типа власти нет. Заставим. Все, раз заставим, где же здесь анархизм? Ну, это, может быть, они, так сказать. Заставить, почему это? Приводится же примеры, так сказать, первобытые общества, коммуны, даже небольшие группы людей, я вот так, как вы, если могу сказать, всегда привожу примеры, когда мы идем в воду, поход, да, 10 человек, у нас нет никакой собственной, и никто не хочет иметь своей собственной, если нам стыдно даже иметь свою собственную, да, свою, это, не личную, да, не личную частную, а вот... Спорный вопрос, если вы скажете, Данил, своему сыну, я... Да, ну... Я не понимаю, что ты поделитесь, что это выписали. Ну, слушай, если ему надо, может быть, поделюсь, да, если, конечно, это оттокрытие, да, то, если бы, кстати, без трусов, по-другому приходить, да, это, наверное... Это какой-то предел, я могу даже привести пример попроще, обычно, обычно, когда хорошая семья, супруги и дети живут в одной квартире, там... Да, 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 то есть, как бы это не противоречит человеческой природе. И тем не менее, согласитесь, все равно даже в таких условиях обычно есть вот это мое, это... Ну, это несомненно. Нет, в основе создания такой комонии... Да, тебя же доброволь, доброволь. Да, да, да. Больше, наверное, это, конечно, в случае, я так думаю, это могло... А что я могу сказать? Сейчас, заканчивай? Сейчас, сейчас... Сейчас, сейчас... Сейчас, сейчас... 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 Еще вопрос... Конечно, конечно. Самое главное. Максим, я бы хотел, значит, спросить, вашей партии, вот, по поводу в экономическом аспекте, каковы вы ставите конечную цель развития экономики? Это встраивание нашей национальной экономики в глобальную экономику, как элемент, общей экономики? Или, все-таки, какие тут отличия? Вот главная, основная цель в экономическом плане вашей партии. Я думаю, что... Конечно, Андрей ответит более четко, во-первых, потому что он будет рассказывать о партии, во-вторых, потому что он экономист, в отличие от меня по образованию. Но, в целом, я думаю, что не ошибусь, ну, или Андрей меня поправит, что мы, как раз, вообще не можем говорить о национальной экономике, поскольку это всегда предполагало бы наличие какого-то барьера. мы за снятие этих барьеров. Ну, то есть, поправлю того, что, если распространяя в свое время коммунистическую, ну, не лозунг, а посылку, инвестицию, что о невозможности построения социализма в отдельной взятой стране, да, то можно ли, так сказать, в доле условно сказать о невозможности победе липератриарских идей в отдельной взятой стране? То есть это должно вырасти, как бы общество созреть для этого, да? Ну, по крайней мере, это должно владеть массами. И во всем мире. Да. Ну, да. Нет, я вполне допускаю, что монархистское государство может, поскольку оно занято обороной некой территории, охраной прав на некой территории, оно может считаться отдельной страной, но вот в экономическом плане, ну, что означает национальная экономика? Всегда какой-то барьер, что вот принято некое централизованное решение, например, что мы запрещаем торговать с Ираном. Вот на каком основании я могу Михаилу запретить торговать с Ираном, мне совершенно непонятно. Даже если меня бесит Иран. Даже если я вот категорически не хочу, что... Ну, Иран плох. Национальная экономика, это то, что производится на вашей стране, нашими людьми и те налоги, которые собираются. Именно в нашей стране. Национальные юридикции. Национальные юридикции. Национальные юридикции. На именно это отношение. Не, ну, в целом, я могу дополнить, альбитрянцы, это заута, и ведь именно об этом спрашивают. Ну, и они ничего прочее не имеют вхождения России или любой другой страны. Во втором не будет, и, в общем-то, в целом за глобальную экономику, за то, чтобы не было никаких барьеров, не было никаких преград, чтобы товары, услуги и люди, в том числе, свободно передвигают. Они все сторонники идеи чего рынка поддерживают. Безусловно. Ну, вот я как не экономист, я не утверждать, что я говорю правильно, но мне кажется, что говорить в этом контексте о национальной экономике может быть не совсем корректно. Представление юридикции национальной государстве не должно заниматься с вопросом регулирования такого деятельности. Ну, между прочим, да. Потому что, да, потому что это ограничение. В основе лежит добровольное согласие, люди вступают в отношения купли-продажи, и они добровольно в это вступают. у меня есть стола, там, и, как говорят, товары купят, да. Вот такие отношения. А национальные, кстати, имеют только вопросы на охрану, безопасности и защиты прав от свободы. Но вы при этом задали очень правильный вопрос относительно налогов. Потому что налоги, безусловно, являются вмешательством в экономику, и существование налогового аппарата, как бы, да, оно возвращает нас вот в эти тесные рамки национальной экономики, я с вами согласен, но именно это противоречие, которое мне не нравится, как бы делает из меня все-таки анархокапиталиста, а не минорхиста. Ну, может быть, Андрей подробнее расскажет про это. Давайте перейдем уже тогда, наверное, к посвящению вопросов развития либературы.